Видите, ребята, у нас все серьезно. Кто знает, как я сказал? Баджи бабок заклопили вопрос. А он мне сейчас пишет, привет, как дела? У нас находятся лучшие тренера, вейкборда, а также Рути... Она пишет сейчас, да? Да, все уже пишет. Судьи Российской Федерации. Итак, ребята. Как говорят у нас? Сегодня у нас первый раз присутствует... Как говорится, припита вейкборда. Еще, конечно, у нас есть очень крутые профессионы, которые, к сожалению, сегодня не с нами. В силу того, что в спортивном режиме находятся в другом. Итак, Алла Анович, главная студия Российской Федерации. Расскажи немножко о себе, двух словах. Рост 190, вес 98. Кладоку большой. И уже студия, да? Я думаю, для начала будет достаточно. Остальное мы расстроим. Так, Артем, это твоя очередь. Артем, представитель Кукет Вейкбарка. Рост и вес, что ли? Да, да, да. А ты возраст говори. 175, 76, 37. Как будто поранит руководителя. Артем также папа у нас в Кукет Вейкбарке. Наши звездочки в Кукет Вейкбарке. Наши гордости. Так, Владимир Лысенко. Человек вообще, да, мы ждем. Серега Пукет. Серега Пукет, мы все ждем. Серега Пукет, мы еще не жгли, погоди. Да, это все потрезвое сейчас идет. И дискуссия еще не начнется. Так, Вова, два слова о себе. Метр восемьдесят, девятнадцать пять, тридцать пять. Ничего себе кабанчик. Мы на умыли идем, слышно? Смотри, как мы сели. Это что именно измеряется? 35, 35. А я думал, сто восемь. Сережа, который в Кукет создает, действительно, это не все. Так, Рома. Роман Оводов, который заявляет, что индукратный чемпион. Алан против. Я не против, я уточнил. Потому что он чемпион и победитель в первенстве. Но все равно, ладно, заслуженный Райна, заслуженный. Первый чемпион России. Вот это гордо. Вот это важнее. Ты понял? Это просто первый чемпион. Так, меняем аватарку. Итак, Рома, два слова о себе. Как бы он у себя сказал? Ты тоже измеряешь? Что ты там мерил? Прям в прямом? Я просто боюсь, что сейчас это... Режиссер Сибис, он вырежет. А из прямого эфира кто вырежет? Я не буду отделяться от толпы. Сколько там? 89? Середнячок, давай. Рот, потом вес, Рома. А, 189 и 89. Как мягко уходи? На сушке. На сушке. Итак, ребята, у нас такая история, что Роман Оводов очень сильно похудел по сравнению с прошлым годом. А я думал, по сравнению с остальными. Все, ладно, давайте так. Продолжаем. Да нет, ты давай, развивайся. Ну они больше меня на вес. Не все, правда. Ладно, все, я в этом. Продолжаем. Хорошо, продолжаем. Ром, вот ты здесь находишься в этом месте, да, и в этом году. Самое меньшее количество дней. Что-то изменилось в стае? Ты нашел какую-то разницу, когда ты улетел в букет твоих парков? Да? Что-то изменилось? Да, меняют рост. Фигуры переставили. Фигуры переставили. Надеюсь, что мы пополним парк, потому что хотелось бы, конечно, level up немного парка, в связи с тем, что уровень растет. И ребята приезжают уже не с уровнем просто проехать по слайдеру, а уже перепрыгивать что-нибудь, уже делать более сложные фигуры. Я считаю, что развитие как бы не стоит на месте, в том числе и это коснулось, конечно же, букет твоих парков. Все равно здесь появились новые фигуры, что даст, наверное, новый прогресс. Тем более перестановка, которая сейчас произошла. Я думаю, что это будет интереснее. Но все же хотелось бы, конечно, чтобы мы поставили новые фигуры, потому что это было бы актуальнее. По поводу новых фигур. Голосуйте, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, что там. Накончил колокольчик. Лайки, лайки, лайки ставьте. Между прочим, фигуры у нас... Расстановку новую делала ладно. Так что если что... Попрошу, попрошу, на бумаге. Письменной форме. Если что-то не понравилось, так не мало. Артем расставлял их. Да, двигал Артем, у нас тоже была дискуссия, поэтому... Мы двигали в пятером. Я, Макс, Макс, копий. И режиссер-постановщик Александр. И Ваня. Ваня, привет. Может у Вичи. Итак, насчет новых фигур. У нас в букет Вайкпарке появятся три. Артем, расскажи какие. Три. Они одинаковые. Три трамплина, я вам же расскажу. Три трамплина. Короче, они просто клонированные. Эль. Эль. Нет, эльки есть. Это типа эмки, лесочки. Эм. Все плоские. Вторая эм. Все с радиусом. Нажимаем. Это три эм. Это три эм. Вот. Потом посмотришь. Три кикера, короче. Мы поставим вот здесь. И один будем тусовать куда-нибудь. Один свободный. Предлагайте ваши варианты. Да, пишите в комментариях. Сейчас Коля Волохов скажешь. Куда приставить? Куда приставить? Куда приставить? Он там дабл будет учить. Давайте передадим огромный привет Коле Волохову. Потому что Коля Волохов, кстати, во-первых, из-за людей. Возможно приведет костюмы пиратов. Чем? Чтобы не ходили вместе с вами. Которые ребята оденутся 28 декабря. А именно Рома, Макс, Милды, Коля Волохов оденут костюмы пиратов и будут веселить деток. Потому что они воспитывают новое поколение вейк-бардеров. Итак, Серега в Пхукет пишет. Вейк – это не только спорт. Это культура. Побольше каких-то мероприятий просто для общения этой культуры. Вечерние культы в парке. Итак, Фун Артем, как организатор, собственно, парка, расскажет нам, каким образом и когда следующее мероприятие будет у нас происходить. А именно на Новый год они собираются встречать. Да. Вот здесь буквально за нашей спиной, за вашей спиной, некоторое пустое пространство, которое мы облагородим в виде столов и стульев, сделаем чумовое барбекю с продолжением. Об этом позже. Потому что мы будем праздновать два Нового года. Первый Новый год московский, по-московски. А второй по-тайски. Наоборот. Наоборот. Это кто-то живет до Московского. Тут такое. Короче, потом мы двинем на банктаун, на пляж, и там будет огромная сцена, там будет каунтдаун, там все дела, шампанское. Брызги. Брызги. Все вот это. Женщина брызги. 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 Уже здесь, на Пухете не будет, потому что предыдущий раз был укрепляем в феврале. Расскажи, пожалуйста, насколько успешен был для тебя этот сезон? По соревнованиям был очень успешный. По трюкам был, скажем так, мало успешный. Так что я только восстановился, можно сказать, к лету. после всех своих травм и летом уже прям раскатывать что-то новенькое пробы времени не было месяц один я очень плотно только подготовкой к соревнованиям занимался там уже новое бессмысленно чего-то ставится надо было старое строить вот касательно поездок очень интересные новые классные места но об этом я расскажу так рома твоя очередь классно со своими победами медали вот допустим может на самом деле в большей степени наверное не сколько соревнований в этом году важно потому что как бы соревнований это просто медиа получается для меня как бы сейчас в первую очередь это движение вейкборда вверх не не то чтобы себя просто поднимать да и зарабатывать какие-то медали кубки и все остальное перешел тут наверное момент когда хочется первое место где-нибудь занимать хочется просто быть тусе потому что это наша община да мы постоянно все вместе ездим постоянно везде встречаемся даже здесь пересекать хотя это сколько там 8000 километров до 7 7 тысяч километров мы все равно все здесь это наш комьюнити вот но хочется больше чтобы новое количество людей приходило и приходили люди которые вообще ни разу не пробовали для этого нам нужно входить масс для этого нам соответственно дальнейшем нужно развиваться ставить новые парки делать развитие с детьми делать с инвалидами чем мы сейчас занимаемся наверно больше я буду горд если у меня получится проект который я задумал пока его не буду озвучивать но все же что там еще один очень крутой тренер и любимый тренер в секе твоих парков у нас записан я точно не записан как официальный тренер он уже давно уже десятого года свободно поэтому я и выигрываю всегда роман выигрывает выигрывать когда его программа бывает достаточно что ему самое главное но то что жрачка лидия лайфстайл свой город не только спорта я лайфстайл важная составляющая потому что она объединяет и привлекает людей поэтому правильный баланс лайфстайла потому что наша жизнь мы ее живем как семья не превращался в чистый спорт который так вот пришел отстрелялся ушел так как у нас тут происходит общение обмен просто без проводить времени праздники чего угодно поскольку вот кабельный выбор особенно как бы все приходят на спорт и естественно естественно и друг другу коммуницируют и происходит такое общение обмен разными вещами обязательно будет портать обязательно мы трюки будем обсудать поэтому правильный баланс он так важен поэтому парки где есть то и другое я думаю не правильно да и даже неважно откуда ты будешь то ли ты будешь там как у всех очень есть вот такие вот законы в голове что ты с украины или не с украины или ты там с таиланда или да это вот а у нас как бы нет нет такого комьюнити она общее она с такими же проблемами которые в другой стране то есть если у кого-то у одного проблема это значит проблема у всех это очень важно что тебя поддерживает большое количество людей из твоего же спорта и как просто сплочает пример сплочения на лицо пожалуйста расскажи про этот сезон этот чемпионат россии кто тебя порадовал по очереди про сезон чемпионат россии про сезон и про райтеров и про новые открытия чемпионат россии ну там были некоторые и не некие а большие проблемы с организацией но несмотря на это спортсмены выдали хороший уровень думаю что заруба была максимальная чемпионат россии показал максимальный на данный момент уровень такая компенсенция всех способностей райдеров и очень порадовала что молодежь растет и приходится опытным райдером как роман но ему к сожалению даже чуть-чуть не хватило но это нормально травмы не всегда получается тренировать другие проекты тоже не позволяли ему что сильно тренироваться как тренируются юные райдеры но юные как которые еще вот могут играть участвовать это николай волосов да нет что-то порадовало подтянулся сильно тот же борисик ну все на самом деле молодцы было очень приятно потому что заруба была на уровне чеканата германии а чеканата германии самый показательный и у нас сейчас не хуже считаю и у нас в девочках даже конкуренция и уровень в какой-то мере даже лучше в европе то есть в пацанах как-то там все сложно но даже в учетах там все сложно у нас вот эти райдеры и Максим Громов молодец и Никита Тевского как-то все молодцы надо отметить на самом деле эту Иру и знать его очень считаю что она прям вообще достойная у нас тут не первый канал не перебивайте меня роман пусть говорят пусть говорят кстати аллигатор кредыщик говорит а Барак Обама вроде на кайте катается поставьте Путина на век и дело пойдет еще подобное это все по нации в том плане что показательно развитие спорта это от того что сколько у нас людей занимается сколько у нас есть радостный спорт парк у нас люди занимаются в Магадане на Камчатке есть на Дальнем Востоке потом если взять там Кыргызстан но все равно Асапад но все равно по всей России там есть парк я слышал хоть там не было Камчатка Сита как бы и в Юго-Экспасе у нас огромная страна там в 9 часов лететь и там мы управили в ГОГО и соответственно вот это круто что у нас есть разных детей России они приезжают сюда зимой в Дальнем Востоке там у сводьевостокская регулярно сюда приезжать не а там москвичи и Питерска вообще говорить не о чем я считаю что он не прав потому что детей у нас предостаточно просто мы сейчас развиваем это поскольку опять же в государстве нет такого что это бесплатно если мы это сделаем на бесплатной основе и какой-то какая-то часть детей будет просто пробовать и поймешь что это их это как секция к примеру да что вот ну допустим вот меня отдали в секцию по по Айкидо а в начале бесплатно дальше ты уже начинаешь платить а не понимаешь что ты как-то ну нормально прогрессируешь то тебя начинают там уже дальше 5 денег там выкачать потому что не все же бесплатно вот то же самое и здесь нужно дать возможность открыться ребенку и после этого уже возможно у него пойдет и он сам зацепится за это и родители увидят это бои появится план просто выложил прямо так не это нормально правило в германии так делают почему мы не можем так сделать я снимал ну вот поэтому и мало детей плана самый стой коммерческий проект на базе тренировок который я вижу это надо отдать должное это человек который умеет себя продавать это человек который делает обалденный как это все перетекло вот я еще в 2017 году даже когда канал появился уже я до конца не верил что это может занятие вейкбордом и тренировки может быть в состоянии полностью занимать основной работой сейчас я основной работой который занимался до уэйка но я тут и занимаюсь по прежнему есть там отдельные вещи чем я еще продолжаю заниматься но в целом вейкборд стал основным моим занятием как-то я не знаю просто повезло просто повезло ну и просто я много на это время трачу вот это не повезло это значит это значит что человек старался просто сделать так чтобы это было прям очень классно и я считаю что это получилось что развитие андрей спрашивает ну кстати лоба постромничал немножко я думаю что во многом успех в подходе трудоспособности люди видят и ценят и я бы сказал еще такой нюанс как тщательность он разбирает трюки все подход которые работают не оставляет все чем чем-то пренебрегает поэтому как говорится вначале он работал на репутацию теперь репутация во многом работает на него поэтому так потому что любой человек который будет относиться к делу как вова будет постепенно так реклама реклама хардвей чемп проплаченный минус эрган ладно сегодня поддамся в тапу сегодня ладно все игры солью хардвей чемп что это такое хардвей академия комп есть это подразделение просто у нас наша организация у нас есть отдам и мы идем да реально у нас есть документы мы занимаемся я серьезно документы если у нас общественная организация официально зарегистрированная в реестре есть у нас все документы есть порки есть мы занимаемся развитием вейтбординга в стране и стараемся анализировать аудиторию которая как бы к нам приходит и соответственно но развиваем то есть если сейчас никто этим не занимается то мы стараемся сделать это за всех потому что в основном опять же идет думай саланом уже состыковались на теме как бы коммерческая основа я считаю что это все таки должно быть больше технии такое но не бесплатно но за самый чип чтобы люди просто пробовали что это должно быть да да то есть это не должно быть много как мы вот предоставляем так же путевки по максимально низкой цене вот и пытаемся привлечь даже обычных людей просто приехать сюда и посмотреть что это такое то есть наша задача это развитие и соответственно хардвей занимается тем самым как раз он развивает возит лагеря и делает всякие организационные моменты соревнованиями в этом году как раз у нас будет дебют мы будем делать двое-три соревнования как раз прям нормальные с призовым фондом команда наша но поля казаков у нас а евгений блинов анна бойко дневропетровский влад которому большой респект вот он все скоро приедет и еще четыре нет два из ммщика еще у нас отдельно ребята работают на аутсорс у него днепровский фамилия валера днепропетровский 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 ну да тип того да можно что-то семерку покатай сейчас не 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 она сама пробует я знаю я в курсе да я отпустил покататься она говорит ну раз я сегодня сама катаюсь можно семерку попробовать ну сама не знаю упёртая не пойми кто я могу это сказать упорная да конечно эмоции иногда преобладают но еще и девочки но прет как танк а вы занимаетесь это панузом? тратским языком пианина афиане 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 она на акробатику ходила но потом что-то на все время не стала падать потому что тебе нужно на самом деле ходить на такой офиске для развития ну и тут катаюсь и плавание ну я его очень долго оберегал скажем так от кольца но когда мы сюда летом а весной точнее вот этой весной приехали я думал я все время его буду здесь на реверсе по-прежнему катать но все-таки пустил его на кольцо и он в том числе и с дочкой Артем катался постоянно там с даблохами веселились дурачи и конечно дети развиваются когда им есть с кем развиваться такого же возраста когда они между собой конкурируют от этого идет лучше развитие чем даже какие-то там правильные дельные советы детям в таком возрасте ну там такой возраст это плюс-минус 10 лет нужно просто вместе кататься и как можно больше кататься просто кататься просто кататься но не пытаться даже какие-то сложные вещи потому что они могут привести к травмам например высоко скитеров это запрещено детям прям в космос куда-то скитера прыгать это детям вообще не нужно потому что они до конца еще не крепче не могут правильно самортизировать какие-то травмы подвоночник до коленей не знаю кто так тренирует не буду говорить но так-то доволен его развитие сейчас он пошел еще на ММА мама его подела и как бы до этого он был так скажем очень такой добрый ребенок ему немножко спортивной злости не хватало это я от Коли Волгина кстати слышал о том что одного из своих учеников он отдал специально набор чтобы он злости поднабрался он видел он видел в нем как бы прогресс но не видел злости он как бы не увез и не уже не было у него борьбы за труд и вот после того как он я не помню о ком это конкретно было Миша да вот сейчас все Миша показывает очень неплохие результаты благодаря в том числе тому что спортивной злости поднабрался Алан что его сына боится он уже доску ему собрал он стоит там доска кстати по наследству не перешла сначала доска моего малого каталась Глаша Колина и теперь сейчас на этой же доске будет кататься Алан по большому счету в Пхукетовой парке осталась очень крутая база детская это Настя Сырова Джуниор Вова и Глаша а еще Вероника кстати Вероника это твоя ученица да она очень хорошая девочка которая подает большие надежды скажи немножко о своем ребенке я так понимаю у тебя это много просто я не могла об одном ребенке говорить так потому что ну как бы не хочу выделять у них их много ну из таких кто ну тоже неправильно это будет поэтому я наверное скажу что они все молодцы но не все справляются с эмоциями и на именно если по чемпионату России если отдельно пойдем вот там был Глеб Буркун который я очень надеюсь что приедет сюда вот пацана все очень 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 большое будущее но даже Алан говорил об этом но парень не справляется с эмоциями вот но я думаю что это присуще каждому спортсмену потому что через какое-то время по-любому бомбанет просто нужно подождать немного а по поводу Вероники она просто упорная и просто не знает страха просто ребенок вот реально раскладывается встает идет дальше плачет уезжает на скорой приходит и опять пробует но это на самом деле не очень правильный подход но как бы когда ребенок не чувствует доску это очень сложно и сложно объяснить ты не сможешь открыть свою коробку поставить туда мозг и чтобы они почувствовали это приходит со временем и с опытом никак иначе это не произойдет поэтому мы просто все видимо вместе со всей бандой будем просто ждать когда они максимально будут чувствовать уже доску и как они только ее почувствуют они сразу им даже ничего подсказывать не нужно ну на самом деле Веронику и Артем поставили насколько я знаю не 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 она уже ребята приехали она уже каталась но и им повезло девочкам повезло что Веронике повезло что у нее есть Настя а Насте что у нее есть Вероника потому что они между собой очень сильно конкурируют и благодаря этому очень хорошо продюсируют но на самом деле надо не оставить без воскресения тот момент то что мы они что Вероника что Малая они все путешествуют то есть они находятся в локации где это реально удобно если в России это не удобно это бассейн открытый сход то здесь это круглогодично в Веронике есть возможность путешествовать благо родители заботятся об этом и самим им нравится прогресс смотреть на ребенка а здесь просто все предоставлено и так уже есть поэтому ну все очень я считаю зависит от локации на самом деле потому что в России сложно прогрессировать но чем дольше живешь в теплой стране тем меньше начинаешь ценить каждый день кота Алан тебе вопрос как вообще все начиналось потому что как ты вообще стал главным семьей в Российской Федерации ну и сейчас ты в принципе как ты узурпировал кого ты убил как так получилось он просто эволюционировал футболку знаешь обезьяна 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 ну вот такая шума создал свою академию выпускает райсбенды очень крутые мятного списка у меня даже есть один вот и воспитывает людей и воспитывает поколение и хочет чтобы твой борт развивался Алана как так получилось потому что ты стоял у истоков то он меня воспитал я с ним ездил но я с ним на первые все соревнования езжу ну это немножко громко наверное а то должен звучит нифига себе громко ну все началось наверное в 2005-2006 год и ну как ну уже столько времени да кажется так давно особо много времени когда я первый раз был в борт за катером тогда не пошло постепенное лечение но на лебедке 2006 год первый раз попробовал ну реально если говорить о спортивной ситуации потому что когда мы начинали кататься в ступеноне тот же Рома который катался вначале на катере а потом на лебедке и практически перешел с катером на лебедку потому что плюс лебедки это ее доступность в первую очередь и возможности все руки и так далее все таки катер полиэтитарен дорог сложен соответственно это эти пилы все в кабеле обратные плюс то что они более доступные и все началось когда мы начинали кататься в клубе в ступеноне и первое соревнование это было в 2010 год ну кстати первое соревнование я сидел в бассейне у девочки Мироновой привет когда она меня спросила привет первый судейский опыт да ну просто я думаю что у меня была всегда склонность потому что все чем я увлекаюсь разбирать по замечательным по всем элементам деталям так было и там с роликами с которыми только кататься это этого никто не знал вот добавно Алан пришел из роликов да сори это он показывает оператору о том что двигай камеру я могу сказать сюда закрываешь он все дальше закрываешь человек на руках Алан да Вова тоже привет всем привет естественно надеюсь много народу смотрит кому это интересно и соответственно в кайте поскольку многие элементы в кайт пришли из века я тогда любил очень объяснять правильную терминологию кайтеров но это было сложно потому что они не очень были восприимчивы у них до сих пор осталось много неправильного названия трюков но постепенно изменилось и в общем все поменялось у нас наверное 2010 год потому что до этого мы катались как бы для себя попасть на какие-то соревнования или попасть в крутой парк в 2009 году первый раз попасть в Киев где на то время был крутой парк и приехать потом на крутые соревнования и поучаствовать а потом соответственно Австралигино появился благодаря траектории у нас настоящий парк из фигур юнит такие же фигуры как находятся в пукетных парках лучшие несмотря на то что я рад что у нас в России много производителей сейчас реально многие делают фигуры и массовые производства и больших компаний и кастомные все таки юнит пока еще является номер один в мире мне кажется останется возможно не экономят на пласть но это не важно и тогда в общем для нас это был большой толчок и мы провели то есть мы вначале съездили в Германию на судейский семинар учились там потом сделали судейский семинар уже вернулись в Россию сделали там семинар ну это команда траектории тогда это Костя Александр Охна он сейчас уже постепенно сейчас не участвует судейский иногда я его еще таки вытаскиваю но Андрей Ермолин и он позже уже подсенился но Алексей он давно знает не так часто уже судить но у нас довольно долго он был бессменным талькулятором Наталья прекрасно знает что такое Александр Охна Да, он хочет вопрос на инфраструктуре. Я думаю, нет. Ну, нет, но я думаю, что welcome всем, если кто-то хочет что-то спросить. Мы ради этого собрались что-то обсудить, все, там ничего интересного. И, в общем, 2010 год, как бы, он начал такой у нас рост. И вот в 2010 году первый Чикат России пошел. Его выиграл Роман, который у нас тут сидит, заслуженно выиграл. Несмотря на то, что как он рассказывал своих учеников, что они тряслись, ну, сложно в свое время сказать. Да он и сейчас еще. Ну, сейчас он уже. Просто пофиг бы, а просто знаешь, что я сейчас... Я сейчас чемпионат России не выиграю, я это прям могу заявить на 100%. Потому что я даже напрягаться не буду. Потому что мне это не надо. Потому что я своего добился. Я буду в фигурах всех дергать. Боба, а тебе надо быть чемпионом, чемпионом в WWA и WWF в твоей стране. Расскажи мне так. Не хочешь к нам на Россию приехать, нет? 50 лет, Боба, а ты всегда подиум не стоишь. Я участвовал много раз в России, но ни разу не побеждал в России. Все время там что-то не везло. Ну, была у меня ближе всего возможность победить, наверное, в Калуде в 2014 году. Ну, там, так как я никогда не катался сам в ЧОК, Прямо на чемпионате во время наших заездов. Нужно было быть к этому готовым. И был ЧОК. Я как бы там упал, с живота как-то встал. Как-то там до конца программы доехал, но этого уже не хватало. И что еще там ЧОК был? Говорит, ЧОК. ЧОК это когда вот такая волнишка моя. Там просто трамплин вот так хавал. Просто волны вот так шлепал. И Ботлер на него мчался с такой зарезки на верли. Я просто комментировал. Я помню, у меня нога была сломая. Да, было сломая. Ну, было приятно, конечно, дома выглядеть. Потому что у нас дома тоже довольно много. Ну, как бы, конечно, уровень в Украине точно меньше, чем в России. Это однозначно. Как бы, ну, как бы там ни было, людей катается меньше. Но есть куча, ну, много уже юных ребят. Особенно они как трамплинг, которые в следующем году я вполне уверен, что весь подиум смог спокойно свести. Как полный уровень в Украине. В том числе, да, российского и немецкого. Опять-таки где они? Где они здесь подошли? Ну, конечно. Может быть, приедут. Приедут? Да, есть планы. Ну, потому что, как бы, все же, как ни крути уровень в Украине ниже, чем и в России, чем и в Европе. Поэтому нужно для украинца довольно долго приезжать в Таиланд или куда-то в теплую страну тренироваться. Вот, поэтому, как бы так. Ну, кстати, вот, ребят, вы сказали, что... Ты сказал, что бейкбординг не может быть коммерческим, что больше боготворительность, помощь людей... Боготворительность, даже неправильно сформулированная фрада. Есть сборные, правильно? Есть государство. Но оно должно платить. Почему спортсмен выезжает за свой счет? Почему мы не коммунисты? Почему? Подожди, тихо, тихо, тихо. Почему мы не хитайцы? Понеслась, понеслась. Давай, подкидывай тропу. Северная Корея. Потому что я неправильно сформулировала. Свободу, свободному... Мы с Ромой тут, да, еще дискутировали. Мы говорим, что, в принципе, такая постановка просто, что должна или должно государство платить. Ну, как бы, не совсем верно. Конечно, если наши... Но ты выходишь под флагом. Да, естественно. Ну, и какого хрена ты должен выходить под флагом, а тебе не платят за это? А у тебя... Подожди. На четыре года бухты расслабь, и кто никуда под флагом не платит. Смотри, вот Лиза, к примеру, вот она... Вот она заняла свою позицию. Она уехала просто и тупо вот тусуется там вот где-то, да, и она не будет выступать под российским. Она выступает, потому что ее автоматом ставят. Но государство... Кого ставит? Лизу. А, просто флаг не пишет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ты говоришь, что вот он должно и так далее. Ты вначале выступаешь, а потом как бы ставишь вопросы. Конечно, если ты государство поддерживаешь, это хорошо, но у нас просто начинают упираться, чтобы... Я поэтому, что нам должны, нам должны и так далее. Ты делаешь это пережить на себя. Нет, нет. Должны, к примеру. Должны, к примеру, Коле выплатить. Должны, к примеру, Борюсику. И, к примеру, этой. Комалировка должны не совсем правильно делать. Просто не в том плане, что как бы у всех разные системы, да? Если государство хочет поддерживать, да? Или считает, что вот этот вид спорта, да? Ну, много видов спорта. Кто этого поддерживает или не стоит, да? То есть по-разному может сказать. Кто это оценивает? Вот тут вопрос. Комитет, правильно? Да. А комитет с чего принял решение, что сквош нужно, как бы вот, сборную создавать или в скейтборде нужно создавать? Ты знаешь, сколько народ занимает тому? А бейкборде не стоит создавать, как бы и не стоит. Нет. Без своего вмешательства ты просто тупо приходишь и тебе говорят по факту, парковка стоит там 380 рублей. Кто получает бабки? Комерс получает. За что? За то, что ты просто поставил машину. За воздух. Бабки эти куда-то должны упадать. Но они могут потратить на то, чтобы типа ребенку выплатить страховку, к примеру. По крайней мере. Давай в парковке, мы обсудим. Наш эфир тоже не влезет. Нет, я просто... Я, батарея, садись и здесь... Короче, просто я к тому, что нужно просто сделать так, чтобы хоть какую-то часть детей оплачивала государству только для того, чтобы они, по крайней мере, могли восстанавливаться. Восстанавливаться от чего? Восстанавливаться от травмы. У каждого спортсмена есть травмы, и даже у наших детей сейчас есть травмы, и это нужно восстанавливать. Восстанавливать за свой счет. Ну, как бы, во-первых, все-таки у нас проходит умол у сборников, да, хоть как-то-никак-то оно и есть в России. Как оно делается криво, не очень, это другой вопрос. Во-первых, система, как бы, это задача федерации. Мы сейчас начинаем обсуждать вопрос, которым занимается федерацией, а у нас ее нет. У нас есть федерация водолыжных, которая находится в их сбор. Так что нам делать? Оставим этот вопрос. Спросите про Белгород, у них подгорело, что опять не умеет, что рэп будет проводить. У них постоянно горит. Ну, они, насколько я знаю, они вроде не подавали заявку. Да, кстати, в следующем году что же сделано в бюджет-числе? Ничего, как бы, не уставал. Семпионат России будет в Ростове, по датам непонятно. Еще потому что нет по ней понимания про первенство чемпионата Европы. Ну, завтра я в календаре включу питерские соревнования, там, они уже, питерцы молодцы. Они, привет, распределили все соревнования на сезон. И это правильный подход. Ну, и посмотрим, когда будет чемпионат Европы и первенство. Поскольку чемпионат мира известен, уже контракт подписан, он пройдет в Телла, где мы сейчас находимся. Да, да, да. В 2020 году, в сентябре, в новом парке в Рангси, да, в Бангкокте. Егор Бухарьев, вам привет, Рыда. Привет. Мы тоже, обратно. Так что, да, фигад России будет простой, но когда пока не будет. Да, а чемпионат мира будет у нас, как известно, в Тангкокте, поэтому вот у нас все раскатки в Покете вышла. Будем всех видеть, рады. Я, пожалуйста, ошиблась, не мы. Так вот, мы собираемся, фигадой поддержать нашу российскую сборную, промо-политическую. Придется, придется лететь с детьми, наверное, если они поедут. Говорит, какой-нибудь. Не, на самом деле, Настя сказала, что у нас участвовать вряд ли сможет, да, в чемпионате. А в процессе. Ей только 9. А, было позавчера. С 11. Да. Ну, пацаны все будут. Алан, ты думаешь, что с нашей стороны, с российской федерации будет участвовать? А, ну как, все, кто традиционно участвует, наверное, все постараются. Плюс, все-таки, Стаиланд удобнее и, как сказать, многим проторенная дорожка. Я думаю, Данас там очень много. Поэтому доступность прилететь, конечно, лучше. Единственное, конечно, выбор федерации в сентябре мировой полный отстой. Как бы худшего времени, наверное, сложно было придумать. Но такова Данас. Поэтому все, кто, наверное, смогут, наверное, прилетят. Максимум желающих, как всегда, у нас много. И, если получится, что наберется максимальная команда, мы можем и командный зачет выиграть. Не вопрос. Потому что даже в опенах у нас уже ребята конкурентны на уровне финала. Коля, и Борисик, и Даня Шубов. Поэтому и Макс Громов поможет. Но я говорю про пацанов. Про Машу всегда уже последние несколько лет вторая, третья. Поэтому финалисты. Поэтому это вообще не обсуждается. Тем более, что у нас у девочек обойма хорошая. Ира, Игнатьева тоже, как бы. Скейтеры у нас. И остальные. Тема Дунаев. Да, если у нас Тема Дунаев еще становится, вернется. Жил миру. Увара, сейчас 10 долларов. Une, стрredевых. Почему пацаны малыша? Путина, �оляю, Играют им. Надежда, название поставило. ho Продолжение следует... 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 Бейкборд, он тот чувак на моторной опоре. Вот именно за это. Да, у нас замена кабеля сейчас происходит. Риксон, установка. Милости просим. Помочь хотите приезжайте. Там надо камень покачать. Я под дежурью 5, в принципе, это естественно вытекает. Если говорить по-английски, то есть получайте удовольствие. Самое основное, что ваши эмоции, когда выйдет прогресс, как я сказал, получать новые трюки и те эмоции, которые к вам приходят, то есть это самое важное. То есть именно, чтобы у вас были эмоции. Преодоление себя. Тоже самое счастье, но оно нужно для того, чтобы вы испытали эти эмоции. Те самые крики радости от трюка, те самые воли радости от трюка. Семь эмоции такого, когда они делают тот трюк, к которому они шли. Крики радости и удовольствие. Да, они бывают разные. Кто-то кричит, кто-то еще. Небедование от неполучания. Или рука. Вот эти люди, которые перед вами сидят, это люди, которые не только строят вейкборд, на мой взгляд, но это люди, которые, собственно, делают для вас соревновательный процесс. Это те люди, которые делают из вас настоящих фейкбордистов. Вкладывают душу. Допустим, Алан совершенно бескорыстно обучает райдеров, дарит им свое время. Вова помогает всем и вся. Рассказывает всю подноготную. Тема вообще у нас человек, который, собственно, как тем отсюда и готов помочь в любую минуту. Но Арома это человек, к которому я подхожу и говорю, мне нужны очень красивые рисунки, мне нужны очень крутые клипы, и еще мне нужно, чтобы ты был MC. И он все говорит да. Итак, ребята. А как райдер, ну такси, короче. А как райдер. Сейчас тоже обидку кину. Дизлайк поставлю. Да пожалуйста, на самом деле Рома уже прорекламировал. У него академия своя. О чем речь вообще? Я говорю в рамках Phuket моих парк. Выпускной скорополь. Поэтому я говорю непосредственно о людях, которые здесь сидят и которые налаживают головы. Опа! Прямой эфир завершен. Эх! Не выключай, не выключай. У меня ковчик был один из заготовлений. Заготовочка? Загадывай. Загадывай. Так там пишется? Давай, загадывай. Как это? Попадаешься ты? Не, 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 не. Другой вопрос. Вова. Один год без бэйкборда или один год без сессии? Конечно, отбудки сессии. Красава! Преданный. А есть вопрос воздержаться? От чего? От чего? От твоих горлов? Ребята, а вот это вы увидите в сторискуке твоих парк. Это это, как называется это? Бэкстейдж его. Ну все, да? Все, спасибо большое. Спасибо всем. Оператор. Спасибо. Ну, Станислав, спасибо вам. А мне то за шпутковеры. А вам за то, что вы организовываете процесс.